Всем привет, с вами AppleTM и сегодня мы с вами рассмотрим просто потрясающую игру на Windows App Store под названием Impossible Road. Это игра новая и она, к сожалению, не бесплатна в App Store. Тут вы можете увидеть, что я уже готовлю 17 эпизод обзора игры и приложений для iPhone, Apple Touch и iPad и по вот этим вот картинкам можете понять, может быть, кто-то сможет понять, что здесь за игры и программы. Но, тем не менее, сегодня мы рассмотрим Impossible. Поехали! Перейдем к самой игре. Impossible Road адаптирована сразу под все Apple устройства и вы ее можете скачать из App Store, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Давайте запустим эту игру и нас встречает вот такое простенькое меню, где просто написано Impossible Road и есть две кнопки. Это выключить и включить звук и перейти в Game Center. Все, что нам нужно сделать, это нажать в любом месте экрана и начнется сама игра. Пусть же начнется игра. Нажму на любое место на картинке, пускай на букву О. И вот эта картинка, которую я увидел в первый раз, подвергла меня в шок, как на картинке, потому что реализация этой идеи и сам геймплей этой игры, они просто крутые. В игре есть всего лишь две кнопки. Это справа и слева. Справа я сворачиваю вправо, слева влево и так далее. Как видите, прохожу чекпоинты. Мой рекорд, по-моему, 56 или что-то около того. Могу слетать с ленты и лететь снова на эту ленту и так вот приземляться на нее, то, что продлевает мне некую жизнь, но тем не менее я все равно упал. Как только я упал, могу нажать снова по экрану и игра начнется заново. Все-таки хочу побить свой рекорд в 56 чекпоинтов. Так. Это будет пятый. Блин. И слетел с трассы. Игра затягивает реально очень сильно, но, блин, то, что она не бесплатна, конечно, плохо. Тем не менее, я думаю, эта цена, по-моему, 99 центов оправдывает стоимость этой игры. Все-таки игра реально очень интересная. Вот, хорош. Срезал удачно. Блин. Вот мы видим, есть на трассах дорожки, через которые мы проедем, наш шар увеличится, дорога станет шире, соответственно, займет больше экрана и на ней будет маневрировать легче. Последний раз попробую, не побью свой рекорд в 56. Так побью его в другой раз. Раз. Два. Матафака. Так, 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 спокойно. Я еще в игре был. Нет, все еще здесь. И все еще здесь. 19. Вот, как я говорил, проехал через дорожку, шар увеличился, дорога стала шире. Пожалуйста, попади, попади. Да. Ну и, наверное, да. Все-таки да. И вот, я вернулся. 31, по-моему. 37. Ну, я близок к 56, но не долечу. Эээ, да. В общем, добавляйте меня в гейм-центр. Как вы видите, он в игре присутствует и можно соревноваться с вашими друзьями. Побейте мой рекорд в 56. Это, наверное, будет легко. Но обещаю, я потренируюсь и устрою... Подбираю слово, подбираю слово. Порку. И устрою кому-нибудь порку. Да, так и есть. Игра офигенная. Называется Impossible Road. А на этом все. Вот такая вот интересная игра. Если вы ее надумаете скачать из App Store или, прости господи, меня за мои слова с помощью джилбрейка, то не пропадайте надолго, потому что эта игра вас просто вот так вот сожрет полностью. На этом, в общем, заканчивается. Спасибо, что смотрели. Комментируйте это видео. Не забывайте про пальцы вверх. Они действительно помогают, потому что при поиске видео, там, где больше пальцев вверх, то, соответственно, будет выше. И я хочу, чтобы это видео было выше. Также подписывайтесь на канал. Подписка всегда вот здесь вот. И всем пока.